Чем заняться во время летних каникул, Ярослав и Арсений решили сразу. Еще весной узнали, что для школьников предлагают интересную и полезную работу, за которую еще и зарплату можно получить. Ребята устроились помощниками-организаторами в детско-юношеский центр-клуб. Проводили спортивные праздники для малышей и сверстников. Помогали, ездили по разным площадкам, устраивали разные большие мероприятия, например, День молодежи. Очень нравится помогать людям, участвовать в каких-то событиях города. То есть везде заводить новых друзей. Трудились школьники по нескольких часов в день. По мере сил помогали на разных объектах. Наводили порядок на стадионах Лыбедь и Торпедо, убирали придомовые территории, работали на грядках патриарших садов и даже помогали в Свято-Георгиевском храме. Предложить вакансии для подростков могла любая организация. Для этого нужно было предоставить пакет документов и пройти конкурсный отбор. В этом году это было 9 организаций, выигравших этот конкурс. Ребят в этом году удалось трудоустроить 416 человек. Для многих участников трудовых отрядов работой стало любимое дело. Мы ухаживали за территорией, поливали цветы. Нам очень понравилось. Биологией дальше хотите заниматься вот этими цветами? Или может это такое будет увлечение? Да, я хочу дальше пойти по этому направлению. Рабочие места для ребят предоставили в детско-юношеском центре клуб. Там организуют досуг подростков. Помощь молодых и активных ребят оказалась очень кстати. Подростки, наши молодежь, очень много у них интересных инициатив, креативность, где могут проявить здесь и сорганизовать. То есть им главное было бы место, где бы они могли встретиться. Самых трудолюбивых наградили сегодня благодарностями и подарками от Управления по делам молодежи. Кстати, собрали ребят на новой площадке одного из клубов по месту жительства на улице Гагарина. В этом пространстве тоже можно будет полезно проводить свободное время, посещать лекции, смотреть фильмы. Трудовые отряды для школьников и студентов организуют и в следующем году. Список вакансий опубликуют на сайте Управления по делам молодежи уже в начале апреля.